Росстат РБК писал, что половина россиян зарабатывает меньше 35 тысяч рублей в месяц. Медианная зарплата конечно более приближена к реальной экономистам, но по сути многие получают зарплату еще ниже. Эту тему сейчас обсудим подробно в нашей студии. Александр Нода, наш гость, директор агентства социологических исследований СВА. Александр, здравствуйте. Спасибо большое за участие. Для начала может быть все-таки стоит пояснить эти понятия, действительно из чего складывается вот эта медианная зарплата. И вообще вот эти цифры изначально 35 тысяч, что половина населения получает меньше 35 тысяч. Казались очень оптимистичными. Давайте объясню на примере. Есть понятия не совсем распространенные. Кто изучал там статистику, те понимают, что такое мода, медиана, среднеарифметическая. Но возьмем стандартное предприятие, например, на нем 20 человек получают зарплату 20 тысяч рублей. Есть два заму директора, они получают 200 тысяч рублей. И директор получает например, зарплату в миллион. Какая будет средняя зарплата? Среднеарифметическая зарплата будет составлять 78 тысяч 260 рублей. Люди, которые получают 20 тысяч, они получают статистику о том, что на их предприятии средняя зарплата, а у них 20. Естественно, они возмущаются. Поэтому сейчас произошло революционное, в кавычках, для расстата, подачи информации. То есть они сейчас говорят о медианной. Но я надеюсь, что и в дальнейшем они будут распространять только медианную зарплату. Медиана – это середина ряда. То есть сколько 50% получают меньше и 50% больше. Соответственно, людей. Не в среднем. Соответственно, по этому предприятию медиана будет 20 тысяч рублей. Никого этого, собственно говоря, не шокирует. В целом, построение 23,5 тысячи – это более приближенная цифра реальности. Обратите внимание, они говорят, когда про 23,5 тысячи, это идет речь о моде. Мода – это тоже характеристика средней. В моем примере ее сложно отобразить. Это чаще всего, сколько люди получают на руки. Просто цифра. То есть вот цифра, которую чаще всего люди получают на руки, это 23,5 тысячи рублей. А середина ряда – это 35. То есть видите, какая интересная разница. Истина где-то между этими двумя цифрами? Истина скорее находится ближе к 23,5 тысячам рублей. В Пермском крае как ситуация обстоит? Ну, наверное, и в краевом центре, прежде всего, по вашим данным. Потому что у вас тоже есть много исследований. Да, мы же, в отличие от статистики, то есть откуда берет данные, информацию, статистика. Они запрашивают из налоговой. То, как у нас бизнес работает с налоговой, ну, да, это где-то истинно где-то рядом, но это точно не истинно в последней инстанции. Поэтому они берут данные оттуда и делают, соответственно, свои выкладки. Мы спрашиваем непосредственно у людей, какая у вас зарплата. Даже не так. А зарплата, ну, как бы, такой щепетильный момент. Развлится. Да, мы спрашиваем, какой доход имела ваша семья в прошлом месяце расчетен одного члена семьи. То есть складываются зарплаты, пенсии, пособия, алименты, стипендии и делятся на количество членов семьи. Ну, все знаем, что у российского населения в основном зарплата, основной доход, основной деятельности и там инвестиции, это очень малая доля. Это там 2-3 процента. В рамках погрешности. Да, в рамках погрешности. То есть у нас свыше 20 тысяч рублей имеет доход только 25%. Вот, соответственно, 75% у нас имеет доход ниже 20 тысяч рублей в месяц. И да, мы регион, который по доходам все-таки ниже находится. Но, кроме того, есть еще такая характеристика у нас очень важная. Это субъективное восприятие своих доходов. То есть, когда мы спрашиваем, какой из примеров наиболее соответствует вашему материальному положению или материальному положению вашей семьи. И там наша стандартная схема. Там живем от зарплаты от зарплаты. На ежедневные расходы хватает денег, но покупка одежды представляет трудности. Для этого нужно взять долг или специально откладывать деньги. Есть еще. В основном денег хватает, можем даже кое-что откладывать. И самые, как бы, такое обеспеченные, мы их называем, в настоящее время могу практически ни чем себе не отказывать. Вот как думаете, сколько у нас таких в настоящее время? Даже не хочу предполагать. Давайте сразу озвучим. 2% это вы последнюю категорию называете? Да, 2%. А предпоследняя категория? Она не меняется. Средний класс, если бы их так условно не знали. Ну, условный средний класс, да. В основном денег хватает. Можем даже кое-что откладывать. Таких 29%. Итога треть. То есть эти две цифры. 34% и 35% соответственно. Это люди, которым денег не хватает. А те, кто живет от зарплаты до сопроводов, как раз 34%. Сейчас к пермским цифрам вернемся, подключаем к беседе Александра Ромашкина, экономиста из Москвы с нами на связи. Александр, здравствуйте, слышите нас? Да, добрый день. Да, Александр, хочется понять вообще в целом, то есть исходя из последних данных Росстата, ну и в целом вот обзоров различных аналитиков, в том числе Ранхикса, продолжается разрыв между доходами, вот как мы там называем, богатых и бедных условно? То есть и будет ли он продолжаться в дальнейшем? Да, когда я учился еще в Перском университете, на специальной социологии, нам рассказывали, впервые я тогда услышал про тот самый коэффициент, битильный, когда сравниваются доходы, ну условно, там тоже есть разные нюансы, как их характеризовать, 10% самых богатых и 10% самых бедных. И считалось, в разных теориях, что от 1 до, соответственно, 10 раз, в 10 раз, если превышает доход самых богатых, усредненный, по разным, опять-таки, параметрам, доход 10% самых бедных, то это уже говорит о социальной неустойчивости общества. И я думаю... А сейчас уже в 13 раз, насколько я помню, из последних данных Росстата, читая статьи... Я думаю, это очень оптимистичная оценка. 13 раз это было бы очень здорово, если бы так было. Росстат, я думаю, здесь оптимистично, естественно, смотрят на ситуацию. Я думаю, у меня в голове моя цифра, что это порядка 20 для современной России, потому что разница между регионами огромна и разница между уровнем жизни, конечно, скажем, 10% самых богатых и 10% самых бедных очень-очень возросла за последние, скажем, 10 лет. Тенденция будет продолжаться в ближайшие годы, если мы там смотрим стратегический период 3-5 лет. Я думаю, что да, потому что никаких маркеров для того, чтобы этот тренд поменялся или даже замедлился, я лично не вижу, потому что сейчас происходит все то же самое, что происходило последние 5 лет. То есть, с точки зрения политики государства, назовем ее в широком смысле социально-экономической, направленной вот конкретно в это русло. Спасибо, Александр Ромашкин с нами был на связи по телефону, экономист. Александр, все-таки, если мы возвращаемся к пермским цифрам, вот как ситуация-то изменилась, вы отслеживаете ее не первый год по зарплатам, вот вы уже назвали свыше 20 тысяч, получает четверть, да? Да, четверть на данный момент. Но эта ситуация стабильна, небольшой такой прирост произошел с 2016 на 2017 год, но доля людей, которые получают свыше 20 тысяч, она стабильна, их четверть. И все. Собственно говоря, говорит о том, что доход в числовом выражении, он не увеличивается. А в фактическом выражении, то есть выросли цены на бензин, выросли цены на продукты, соответственно, люди стали чувствовать, что они, как бы, получались только же, но становятся, между тем, как беднее. То есть инфляционные ожидания те же, они все равно продолжают расти. Ну, что касается вообще, в принципе, настроения, настроения мы тоже отслеживаем. У нас доля людей, которые считают, что ситуация благоприятна, складывается в будущем, уменьшилась, получается, с 32% до 25%. у всех остальных ожиданий или негатив, вот что все ухудшится, или, по крайней мере, изменений не будет. И, насколько я понимаю, вроде бы Минэк, федеральный на этот год вновь прогнозирует рост реальных доходов. В прошлом году они тоже прогнозировали, но в итоге они упали. То есть, сейчас многие, ну, граждане и экономисты продолжают сомневаться, да, в росте реальных доходов. То есть, шестой год подряд мы можем увидеть. Когда Минэк делают такие прогнозы, мне вот интересно, вот основание, то есть, почему произойдет вот такой вот непонятный не нам, социологам, не экономистам, а... декларационно что-то делается, декларационно, но, в принципе, как бы больших каких-то подвижек, привлечения инвестиций у нас пока нет. Внешняя среда не позволяет. И опять-таки, в структуре доходов, то есть, зарплата продолжает оставаться, ну, там, зарплаты, пенсии, какие-то выплаты продолжают превалирующее место занимать, а доход от инвестиций, от предпринимательской деятельности, это... Мы регулярно замеряем интерес людей к инвестициям, к бирже, к акциям, есть в развитых экономических странах, у нас, в принципе, нет. И по-прежнему, куда вкладывают деньги, люди говорят, в недвижимость. То есть, если, как бы, консервативно есть акции, свой бизнес и так далее, у нас консервативно на недвижимость. Понятно, спасибо. Александр Нода, директор агентства социологических исследований «СВОИ» сейчас в нашей студии.